Библейский портал экзегет.ру представляет Он действительно был довольно крупным городом еще тогда, в античности, и община там была основана апостолом Павлом примерно в 50-м году, об этом рассказано в книге «Деяний», и вот поэтому Павел пишет общине, которое ему хорошо знакомо, кстати, очень резкий контраст по сравнению, например, с посланием Колоссиным, вот в каноне они идут рядом, но Колоссини, которые Павлу не знакомы, он обходится там общими словами, да и Ефесиным, кстати, послание Ефесиным тоже во многом построено на общих словах, а вот здесь все очень лично, очень тепло, и становится понятно, какие отношения связывали Павла с людьми этой общины. Павел, Силуан и Тимофей, спутники Павла, упомянутые в «Деяниях», иногда Силуана называли «Сила», это кратко, ну, как Александр, Саша, да? Павел, Силуан и Тимофей, церковь Фессалоникийцев, в Боге Отце и в Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир. Обычное приветствие, и с одной стороны просто пожелание всего доброго, с другой стороны, это, конечно, богословское такое некоторое приветствие, благодать и мир, то есть то основное, что христиане получают от Бога. «Мы постоянно благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах, мы всегда помним о делах вашей веры, о трудах вашей любви и терпеливой вашей надежде на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. Мы знаем, братья, что вы возлюбленные Богом избранники, и наше Евангелие принято вами не только на словах, оно проявляется и в силе Святого Духа, и в вашей полной уверенности». Ну вот Павел для начала хвалит фессалоникийцев, как он часто это делает, и это важный принцип, он разговаривает с людьми, которым он дает огромный кредит доверия, прежде чем начать их к чему-то призывать, в чем-то, может быть, даже обличать. Он просто говорит им, насколько они дороги, насколько они дороги ему и Богу, насколько важно для него то, что среди них происходит, а без этого все остальное было бы только каким-то размышлением ни о чем». Да и сами вы знаете, какими мы были, когда находились среди вас. Вот опыт личного общения. «А вы стали подражать нам и Господу. Среди множества скорбей вы приняли наше слово с радостью, идущее от Святого Духа, и стали примером для всех верующих в Македонии и Ахайе. Две соседних римские провинции, которые охватывают современную Грецию и окрестные территории к северу от нее. Вот фессалоникийцы – это некий образец. Филиппийцам он писал тоже очень тепло. Но и в Фессалониках у него такая хорошая община, с которой он очень тесно связан. «Слово Господне от вас прозвучало по Македонии и Ахайе, а кроме того, повсюду стала известна ваша вера в Бога, и об этом уже нечего говорить. Это нам уже теперь рассказывают, как мы пришли к вам, и как вы тогда обратились от идолов к Богу и стали служить Богу истинному, живому истинному, ожидая пришествия с небес Иисуса, Его Сына, которого Он воскресил из мертвых и который избавляет вас от будущего Божьего гнева». Вот смотрите, это уже нам теперь рассказывает. То есть он говорит, когда-то это все произошло, а теперь это стало уже такой притчей, теперь уже мы слышим эти истории. И вот еще очень интересно, вот сравнивая, допустим, это послание с соседним посланием Колоссиным, в послании Колоссиным очень много высокого сложного богословия, а там с Колоссиным у него не было контакта прямого, он только через письма излагал то, что он хотел сказать, ему было очень важно все им точно расписать. А вот здесь, с этими самыми фессалоникийцами, да ведь я же вам это все говорил, мне нужно только напомнить, мне нужно только кратко назвать это все, и гораздо больше внимания, чем богословию своему, он уделяет краткой похвале. Но вот дальше во второй главе, а первую мы уже дочитали, она очень короткая, во второй главе он будет гораздо более резко и гораздо более лично говорить о том, что, собственно говоря, он может предъявить фессалоникийцам свою какую-то личную историю отношений с ними, потому что там есть проблемы, и с этими проблемами он хочет дальше разбираться. Но самое главное, первая глава приветствия, первая глава похвала, потому что если человека не похвалить, если группу людей не похвалить, то и ругать их потом особо не получится. Вот Павел, он очень хороший педагог, он умеет это делать.